На минувшей неделе, 7 февраля, в день 89-летия Муртазы Рахимова Радифаритович в сопровождении свиты посетил кладбище и прямо на могиле Муртазы Габайдуловича Рахимова огласил свою версию увековечивания памяти первого президента. Значит, на сегодняшний день проект указа готов. Вот мы сегодня, я вдове Муртазы Габайдуловича Луизы Галинина сегодня передам проект указа. Все-таки родные и близкие должны посмотреть. Мы его полностью, на мой взгляд, сбалансированно подготовили. Там есть ряд поручений и города Уфе по переименованию, по названию новой улицы, одной из новых улиц стратегических, которые будет, ну и целый ряд предложений. Ну, в частности, в указе, вот могу сказать, что мы предлагаем Башкирскую академию государственной службы переименовать Башкирскую академию государственной службы имени Муртазы Габайдуловича Рахимова. Это очень и символично, и правильно, потому что именно Муртазы Габайдулович формировал систему управления республики, молодой республики тогда. Вот, и именно в общественно-политическом центре, в госсобрании он принимал важнейшее решение, и декларация о суверенитете принималась, и присягу принимал он как президент. И именно на этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту. Поэтому там довольно большой указ, подчеркиваю, в понедельник следующий мы его опубликуем. Прямо скажем, версия, это выглядело как отчаянное издевательство над идеей Владимира Путина, и у меня не остается никаких сомнений в том, что Хабиров решил это дело все девальвировать, размазать и превратить в фарс. Собственно, что предложил Ради Фаритович? Поставить памятник около госсобрания Курултая, памятник Рахимову, естественно, переименовать Академию управления государственной службы в Академию имени Муртазы Рахимова и назвать одну из улиц тоже именем Рахимова. То есть вот три пункта, которые пришли на ум Ради Фаритовичу за время, прошедшее с момента смерти первого президента. Теперь давайте я по пунктам объясню, почему это представляется отчаянным издевательством. Например, переименование улицы. Какую улицу собирается Хабиров назвать именем Рахимова? Как выяснилось и как мне стало известно, Хабиров предполагает назвать именем Рахимова обрубок улицы Галли, который когда-нибудь, может быть, появится и соединит улицу Галли с восточным выездом. Это очень небольшой участок дороги, которого, я напомню, не существует, и который, по мнению Хабирова, должен почему-то ассоциироваться с Рахимовым, только потому, что Рахимов начал строить тот самый восточный выезд. Ну, мало ли, что Рахимов начинал строить и построил. Причем здесь вот эта несуществующая улица и так далее. Теперь Академия управления. Это даже не федеральный ВУЗ, а его нынешнее состояние. И то мнение, которое высказывают об этом учебном заведении нынешнее научное сообщество, конечно, вызывает массу вопросов. И не факт, что это учебное заведение подсуществует сколько-нибудь долгое время, в том плане, что востребованность у государства неуклонно снижается в этом ВУЗе, а государство было главным заказчиком обучения там кого-нибудь, чему-нибудь. А, собственно, с улицы люди не особенно туда стремятся попасть. Так что, еще раз, Академия управления – это весьма сомнительный выбор. Ну и памятник. Ну, понятно, памятник – это центральный пункт увековечивания памяти первого президента. Причем здесь Курултай? Это первый вопрос. Ну, Рахимов, конечно, сотрудничал с Курултаем, но, простите, мы все тут сотрудничаем с Курултаем, даже время от времени его избираем. Ну и, кроме всего прочего, идея Хабирова заключается в том, чтобы поставить памятник Рахимову вместо памятника Салавату Юлаеву, который сейчас занимает торжественно место около Курултая. То есть, Хабиров планирует снести памятник Салавату Юлаеву, и поставить на его месте какой-то памятник Рахимову. Ну, согласитесь, идея прямо-таки бредовая. В том смысле, что, ну, Радию Фаритовичу, видимо, стало мало того мандража и истерики, которая случилась по поводу любого прикосновения к конной скульптуре Салавату Юлаеву, который стоит на телецентре. И до сих пор не угасли эти разговоры о том, будет ли ремонтироваться этот памятник, или рухнет он, значит, в реку, или его там украдут, демонтируют и переплавят на цвет мета. То есть, все вот эти вот параноидальные разговоры вспыхнут вновь, когда Хабиров начнет демонтировать памятник Салавату Юлаеву. Ну, наиболее неполиткорректные идеи, конечно, высказать было сложно. То есть, все три пункта, предложенные Хабирову, вызывают массу сомнений. Ну, а у меня лично, например, они вызывают просто усмешку. Ну, судя по тому, что семья Рахимова концептуально не против вот этих всех трех пунктов, но при этом категорически против исполнения этих пунктов, содержания, которые предлагает Хабиров, ну, видимо, впереди у нас либо конфликт между семьей и Хабировым, либо мы в понедельник увидим абсолютно абстрактный, абсолютно выхолощенный указ Хабирова о том, что, дескать, надо увековечить, надо назвать какую-нибудь улицу, надо где-нибудь поставить памятник и надо переименовать какой-нибудь вуз. Следуя логике Хабирова и вот этим трем пунктам, коль скоро они концептуально устраивают семью Рахимова, следует установить памятник Муртазе Губайдулчу в сквере перед Белым домом, который раньше назывался сквер имени Матросова, сейчас уж не знаю, как он там называется, ну, такой достаточно обширный и достаточно красивый сквер. Там стоит камень. На камне на этом написано, что здесь будет установлена стелла в честь суверенитета республики Башкортостан. Собственно, прошло 30 лет, камень лежит, стелла не установлена, и вот на этом месте самое было бы оно поставить памятник Рахимову. Скажу почему. Ну, во-первых, Рахимов был родоначальником того самого суверенитета. Во-вторых, этот суверенитет сейчас всячески замалчивается и не одобряется федеральными властями. То есть Хабиров бы убил сразу несколько зайцев, он бы потрафил федеральным властям, убрав камень про суверенитет, поставил бы туда Рахимова, место прекрасное, смотрел бы Рахимов вдоль улицы Ленина вдаль, и, ну, все было бы айбат, как говорится. Но ума-то не хватает на такое решение, например, да, и вот возникает идея снести Салавата Юлаева и поставить Рахимова. Ну, сами понимаете, даже как смысл вот это событие будет выглядеть весьма двояко. Дальше, ну, есть еще, конечно, много хороших мест, где можно ставить памятник, например, в скверике на Кирово, чтобы больше никогда Валериан Гагин не претендовал на эту землю, да и место там хорошее. Рахимов будет лицом к дворцу Нефтяник, который был при нем построен, справа будет Академия наук, слева Достоевского 100, и очень много его знакомых там проживают. Ну, в общем-то, вариант есть. Теперь про улицу. Ну, улицу действительно назвать можно и нужно, наверное, но не вот это вот странный обрубок, не пойми чего, не пойми куда идущая, да, а какую-то из уже существующих. Но к этому вопросу нужно отнестись тщательно и осторожно. Я полагаю, что необходима некая комиссия городостроительная, которая рассмотрит разные варианты. У нас куча улиц в Уфе названа именами всяких кровавых убийц и сомнительных революционеров. Запросто можно переименовать. Насколько мне известно, семья не претендует на переименование, например, там улицы Ленина или проспекта Октября, или улицы Первомайской, что тоже, на мой взгляд, правильно. Но подобрать достойную улицу, которая будет, ну, сразу поименована именем Рахимова, все-таки, я думаю, можно. Ну, переименовали же, в конце концов, улицу Социалистическую, улицу Мустая Карима. Никто не разрыдался, никто не обанкротился, все прекрасно получилось. Да, ну, улица Социалистическая теперь стала улицей Мустая Карима. Почему бы, например, не переименовать улицу Коммунистическую, тоже улицу, например, Муртазы Рахимова. Как вариант. Ну, и теперь ВУЗ. Абсолютно логичным представляется переименование Нефтяного государственного университета именем Рахимова. Рахимов имел непосредственное отношение к нефтянке, был директором нефтяного завода. Тут, как говорится, вопросов нет. Более того, по моим сведениям, в принципе, федералы не против рассмотреть этот вопрос. Я имею в виду ВУЗ федеральный. Соответственно, это в компетенции Министерства просвещения Российской Федерации. Но, тем не менее, оттуда противодействие вряд ли возникнет. Нужно заниматься, нужно обращаться. У хабировских, ребят, большие проблемы с общением в Москве с федеральными чиновниками. Тем более, этот вопрос надо решать на уровне министра. Но, тем не менее, повторюсь, ничего невозможного нет. Ну и, конечно же, мечеть. Нельзя сбрасывать со счетов то, что довольно-таки большое количество жителей Башкирии разделяют мнение о том, что достраивание мечети Ар-Рахим явилось бы достойным актом увековечивания памяти Муртазы Рахимова. Вообще, надо бы побыстрее решиться на что-то и начинать это реализовывать, чтобы хотя бы снять с повестки вот этот вопрос и перестать его бесконечно жевать. Но то, что предложил Хабиров, это, конечно, жалкая издевка над памятью первого президента. На этой неделе следователи ФСБ нагрянули в санаторий Красноусольский. Ну и вовсе не поправить здоровье, а интересовала их хозяйственная деятельность. Санатория в период управления здравницей господина Волкова. Евгений Волков был директором этого санатория, пока не заделался головой Стерльтамагского района. Этот талантливый управленец в свои 33 года при полном отсутствии медицинского образования ловко управлялся санаторием настолько, что теперь у чекистов возникне обоснованное основание и опасение в законности некоторых действий и операций господина Волкова. Самого же Евгения Волкова принято считать ставленником Романа Реброва, того самого руководителя управделами Хабирова, вот этого самого Романа Реброва, который так ловко закупает, например, пиксельные елки из Красногорска. Ну, чего уж там удивляться, что после того, как Ребров продвинул господин Волкова на кресло директора санаторий Красноусольского, сам Ребров и его тусовка, друзья, товарищи и подружки практически не вылазили из этого санатория, проводя там замечательное время. Дорогие вина, коньяки и виски лились рекой, закупались всевозможные делькатесы. Вот сейчас следователи выясняют, за чей счет все это происходило, насколько законно все это было, ну и много еще других хозяйственных операций санаторий Красноусольского будут подвергнуты контролю. Аналитики считают, что подобное влияние и внимание сотрудников ФСБ к одному из ближайших соратников Радия Фаритовича, я имею в виду Романа Реброва и его людей, связано с комплексом воздействия на Хабирова со стороны силовиков. Как известно, Роман Ребров является доверенным лицом Хабирова в самых щекотливых вопросах, касающихся лично Хабирова, его денег, его имущества и его интересов. Нынешний директор санатория Красноусольский Рамиль Бадридинов комментариев пока не дает, ну и будем дожидаться выводов ФСБ, если они вообще случатся, а то в последнее время действий много, а вот результатов не очень. Мы хорошо знаем, как Радий Фаритович любит дарить, беру это слово в кавычки, и вручать что-то, что закуплено на бюджетные средства. Это автобусы, трактора, кареты скорой помощи, дорожная техника, лопаты, метелки для дворников. Все это, дорогой Радий Фаритович, вручает лично и исключительно с видом человека, приобретшего это на собственные деньги. Вот на этой неделе тоже была запланирована одна такая акция, а именно торжественное вручение 15 единиц дорожной техники флагману дорожного строительства Республики Башкортостан, компании «Башкир Автодор». Три дня сотрудники «Башкир Автодора» отчищали и отмывали территорию вокруг главного офиса организации, подметали, мыли, убирали снег, готовились к приему высокопоставленных гостей с подарками. Сотрудники ГБДД даже блокировали возможность для жителей окрестных домов парковаться около «Башкир Автодора», вот настолько готовились к приезду Хабирова. Многие сотрудники, высокопоставленные руководители «Башкир Автодора» даже дважды почистили обувь. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не по плану, и в назначенное время Хабиров и сопровождающего Морзаев на мероприятие не прибыли. И цветы к подножию тракторов и грейдеров пришлось возлагать Клебанову, всего лишь министру транспорта и дорожного строительства. Пока остается неизвестным, что заставило Ради Фаритовича отказаться от любимой забавы. Остается гадать, что же случилось, но констатирую, что сотрудники руководства «Башкир Автодора» очень обиделись на дорогого Ради Фаритовича. Вернувшегося торжественно в Уфу советника Ради Хабирова по культуре Элвина Грея в миру Радика Юльякшина, как положено, встречали в аэропорту. Но встречали его не визжащие от восторга поклонницы с цветами, а угрюмые молчаливые правоохранители. Сотрудники правоохранительных органов попытались вручить Радику Юльякшину или Элвину Грею, как хотите, повестку на допрос в Следственный комитет. Ребят, что вы докопались-то, а? Вы не докопались, мы исполняем свои должностные обязанности по вручению вам повестки о прибытии Следственного комитета 4 февраля к 9 часам 30 минут к следователю Исина Омануева. То есть завтра? По какому делу вы делаете? Вот здесь все написано, мы сами не знаем, следователь просто сказал передачу. Мы даже не знаем, мы не знаем, о чем мы расписываемся. Следователь, вот, вы знаете, официальная повестка по какому делаете? Вот официальная повестка в качестве кого. В качестве свидетеля здесь написано повестка. Вы отказываетесь, мы что? Еще раз спрашиваю. Я ни от кого не отказываюсь. Получите повестку. Фирио, открой день. Получите повестку, пожалуйста. Мы человек займемся, можете, пожалуйста? Нет, подождите. Вы отказываетесь? Уменьшите, пожалуйста. Держите повестку. Я просто... Никто не отказывал. Возьмите повестку. Вы отказываетесь? Что за бред вообще? Вперед. Садись? А? Садись. За ручки? Садись. Элвин Грей предположительно проходит свидетелем по делу золотого гаишника Шайбакова. И вот в связи с этим ему попытались вручить повестку. Однако не тут-то было. Радик Юльякшин, смекнув, что дело пахнет жареным, резко устал, зашатался от переутомления, ну и почти утратил дар внятной речи, начал путать падежи и ударения, всячески стараясь проникнуть в свой вишневый майбах, лишь бы уехать от этих злостных и злобных правоохранителей, которые преградили ему дорогу и стали все-таки вручать эту повестку. Нам достоверно неизвестно, каким образом Следственный комитет связывает гражданина Юльякшина с господином Шайбаковым, высокопоставленным полицейским, который на данный момент арестован и находится под следствием. Но нам отчетливо понятно, что Хабиров склонен окружать себя весьма подозрительными людьми, которые в обязательном порядке, рано или поздно, или подставят, или даже скомпрометируют самого Хабирова. Мурзагулов, Моргенштерн, Элвин Грей, Бузыкаев, Монсон, Зухра Буракаева – все эти люди относятся, на мой взгляд, именно к этой категории. Список можно продолжать почти бесконечно, но есть ли в этом смысл? По-моему, все понятно. Много говорилось и писалось о пристрастии дорогого Радия Фаритовича к полетам, к небу, к авиации, к вертолетам и самолетам. Мне даже представляется, что маленький Радий в далекой глухой и шимбайской деревушке Сайранова по ночам за печкой мечтал о карьере летчика, о небе, о полетах. Но, как говорится, не сложилось, не получилось летать, пришлось некоторое время ползать. И, видимо, оттуда из детства вот это вот болезненное пристрастие к самолетам, вертолетам и полетам. Но, к сожалению, Радий Фаритович реализовал свою детскую мечту почему-то за наш с вами счет. Очень уж дорого обходятся все его вот эти увлечения. На минувшей неделе, в связи с объявлением некоторых конкурсов, связанных с обслуживанием вертолета Хабирова, специалисты обобщили и посчитали возможные расходы Хабирова на вот этот самый вертолет. Так вот, эти специалисты утверждают, что на круг за год, только за вертолет Хабирова, это без его перелетов куда-нибудь еще на самолетах, так вот, этот вертолет нам обходится от 7 до 10 миллионов рублей, в зависимости от интенсивности его использования. Это топливо, это зарплата пилотов, технический персонал, это стоянка и техническое обслуживание, которое, кстати говоря, само по себе, только техническое обслуживание, обходится 750 тысяч рублей в год. В общем, конечно, очень дорогое вот это детское удовольствие Хабирова, но мы, тем не менее, продолжаем его оплачивать. Пока, дорогой Радий Фаритович, за наш с вами счет утоляет свои детские мечты и пристрастия, социально-экономические показатели региона стремительно идут вниз. На минувшей неделе агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинг развитие регионов уровня жизни и качества жизни, и Башкортостана практически нет в этом рейтинге, он не вошел даже в 20 регионов, в отличие от Нижегородской области, Татарстана, Самарской области и многих других областей. Достаточно привести несколько цифр сравнения с соседним Татарстаном, с которым было пытался соревноваться Хабиров, над которым даже он как-то пытался подшучивать, требовал того, чтобы мэр Казани умывался слезами и прочее, прочее. Вот теперь буквально три точки сравнения. Прирост населения в Республике Башкортостан в четыре раза ниже, чем в Республике Татарстан. Пять тысяч человек в Башкирии против двадцати тысяч человек в Татарии. Средняя пенсия в Республике Башкортостан на 1330 рублей ниже, чем в Республике Татарстан. Это отмечу средняя, но у всех. Количество вахтовиков, людей, которые не нашли достойной работы в собственном регионе, в Республике Башкортостан в пять раз выше, чем в Республике Татарстан. 105 тысяч по Республике Башкортостан и только 20 тысяч по Республике Татарстан. Ну, что уж там говорить про медицину, образование, социальное обслуживание, дороги и прочее, прочее, прочее. Жители Шакши собрали более полутора тысяч подписей за переименование шакшинского скотопрогона именем Ратмира Мавлиева и приняли таковое решение. Теперь на скотопрогоне торжественно висит портрет веселого болтуна, и жители Шакши, протискиваясь через это игольное ушко, чтобы проехать к месту жительства, радостно сигналят коллекционами своих автомобилей. А вот жители домов по улице 8 Марта Менгажево-Революционное пошли дальше. Они пошли прямо к мэрии и провели там некую акцию, которых, кстати говоря, давно мы не видали. Жители этих домов, стуча кастрюлями и тазами, объяснили или попытались объяснить этому бестолковому полумэру о том, что жить 2-3 месяца без газа и горячей воды – это уже за гранью для жителей миллионного города. Информация об акции освещалась в том числе и федеральными СМИ и получила название «Бунт грязных кастрюль». Однако к бунтовщикам Мавлиев не вышел и даже не выкатился на своем самокатике, а мог бы хотя бы в окошко спеть какую-нибудь веселую песенку из репертуара КВН. Но, однако, этого не случилось. Решение проблемы на самом деле на данный момент не найдено. Управляющая компания, которая отключила газ и, соответственно, горячую воду жителям, не оставляет надежды решить эту проблему за счет самих жителей. Сначала предлагалось скинуться по 150 тысяч рублей, чтобы что-то там отремонтировать в дымоходах и в инфраструктуре газовой подачи. Жители, естественно, с гневом отказались скидываться такими большими деньгами, и теперь управляющая компания зашла с другой стороны. Она предлагает включить в платежку ежемесячный платеж на 10 лет по 2 тысячи рублей в месяц, что, кстати, составляет уже не 150 тысяч рублей, а 240 тысяч рублей. И это при том, что выявленные неполадки в газоснабжении и вентиляции домов по перечне услуг полностью должны быть устранены за счет управляющих компаний. То есть по закону, вообще-то, управляющая компания должна это делать. Однако она хочет собрать дополнительные платежи с жителей. Не так так эдак. Жители, по моим данным, не только протестовали около мэрии Уфы, но и еще где-то, видимо, около своих домов. Вот нам загадочным образом прислали такие фотографии, мы их вам показываем, где жители домов развернули весьма внушительные плакаты и тем самым заявляют о своем отношении к жилищно-коммунальному хозяйству города Уфы, без деятельности мэра Уфы и совершенно наглому поведению управляющей компании. Не знаю, в каком дворе происходила эта акция, но по последним временам это очень-очень смело. Примечательно, что проблема с газоснабжением в Уфе не зациклилась и не замкнулась на этом квартале, а расползается и расширяется. Еще один дом уже по улице Айской на минувшей неделе отключили от газоснабжения, так что, в принципе, теоретически это грозит нам всем. Транспорт Уфы продолжает оставаться местом не просто проблемным, а даже опасным для здоровья. На минувшей неделе две женщины-пассажирки уфимского транспорта общественного получили травмы, а один автобус, уже четвертый по счету, полностью сгорел в районе Миловского парка. Ну, хорошо, хоть нет жертв на этой неделе. А еще стало известно, что на минувшей неделе мэрия проиграла 170 миллионов наших с вами рублей. Ну, к счастью, речь идет не о том, что кто-то из веселых и находчивых членов команды Мавлиева съездил в Монте-Карло и там просадил 170 миллионов рублей. Нет, все пока не так трагично, но, в принципе, какая разница, на что потеряли наши мэрцы, наши с вами деньги. Речь идет о том, что мэрия в судах проиграла иск на 170 миллионов рублей компании Андрея Носкова по СК-6. Речь шла о процессе расселения ветхого жилья в Черниковке. И теперь эти деньги будут заплачены из бюджета УФИ, соответственно, они не будут потрачены на что-нибудь нужное и полезное. При этом мэрия проиграла этот иск не потому, что не было шансов получить эти деньги, а потому, что просто тупо пропустила сроки подачи документов. Я много раз говорил о том, что и мэрия УФИ, и администрация Хабирова перенасыщены выпускниками всевозможных юридических вузов. И сам Хабиров гордится тем, что он юрист, и вообще все там и вокруг юристы. И вот при этом всем юридическая сторона деятельности властей Республики Башкортостан и мэрии УФИ, ну, прямо скажем так, катастрофическая. Но, как выяснилось, у мэрии УФИ вообще другие заботы. Их не интересуют вот эти деньги, которые они потеряли в связи с Носковым. Хотя вот там, конечно, честно говоря, у меня большие сомнения, потеряли ли они их. Может быть, часть из них все-таки нашли. Так вот, интересы все-таки у мэрии совершенно другие. Как выяснилось, основным фокусом интереса господина Мавлиева является строительство вот этого любимого снегоплавильного завода. Уже в марте, обращаю ваше внимание, в марте, господин Мавлиев планирует запустить свой любимый завод на улице Саги-Тагиши и начнет там плавить наш с вами уфимский снег. Ну и, видимо, к апрелю завод выйдет уже на проектную мощность. Вот вы теперь понимаете, почему мэрия так трогательно и бережно запасается снегом по всей территории города Уфы? Ну, чтобы было потом в апреле и, может быть, даже в мае, чем заниматься и на чем зарабатывать, куда отправлять бюджетные уфимские деньги, ну, на оплату плавления снега. Будет любопытно узнать, каковы объемы снега будут освоены Мавлиевым в мае, в июне, в июле и даже в августе 2023 года. Ну, чем черт не шутит? Я очень рад тому, что наши подписчики уловили мою идею о том, что помощь нашему каналу на сумму 100-200 рублей, но еженедельно, это что-то вроде подписки на воскресную газету. Действительно, эта сумма никак не обременяет ваш кошелек, но, будучи массовой, она способна сохранить наш канал и продлить время его существования и действия. Я очень благодарен всем тем, кто уловил эту идею, оказывает нам теперь регулярную помощь. Еще раз, это очень полезно и необходимо нашему каналу, потому что только за счет этих средств мы и существуем. Ну, и не забывайте про то, что нужно ставить лайки, что нужно подписываться на канал, подпишите своих знакомых, если вы уже подписаны. Хотя, я все еще утверждаю, что примерно 40% наших зрителей так и не подписаны на канал и зачем-то ищут его в интернете каждый раз вручную. Субтитры создавал DimaTorzok